Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешник. Аминь. Мы озвучим сейчас из нашего сайта. Вот это наш православный библейский сайт. И здесь вот справа колонка 4124 ответа по темам. И тема этих 55. Ну сейчас шестая папка «Вера» называется. Ее если ткнуть, она открывает вопросы. Если вопрос ткнуть, вопрос, какая книга, что? Она откроет тогда, вот, открыл, и пошли уже вопросы-ответы. Но я их отдельно вынес, чтобы можно было это озвучить. Вот, пожалуйста, начинаем. Мы говорим «Вера» называется, «Вера о вере». Почему-то вопрос в записи дублируется. Не знаю почему, убираю один. Вопрос 1830. Седьмой том открытым оком. Цветы, как их принято называть, имели прозрительность. Но во всем ли, они уже ничему не удивлялись, когда такая, когда тайна какая открывалась им. Эти вопросы люди, которые уже знакомы, давно ходили на занятия у нас, техниками я вел занятия, встречи в школах, университетах, радио. Я отвечаю. Ответ. Ничего подобного. Даже самое простое, встречный назвал его по имени, и он уже в обморок готов упасть. Да это сегодня тебе у вокзала любая цыганка выложит за наличное. Вот почему этих пустынников так легко дьявол уловлял и играл ими, как хотел, насмехаясь над ними. Вот я сказал слова. Да вы просто поносите святых, там какой-то новосибирский дьякон ему дали роль, накормили жареной рыбой, ну и поплыл. Игнатий там лжеправославный, там всякая пакость. Ответ на этот вопрос. Да ответ так, что вы поверили. Вот я сказал, каждое слово подтверждается будет Писанием, Житиями Святых, Канонами. Матфея 24, 4 и 24. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. А как берегись? Это день, вчера берегись, сегодня, днем, ночью, какой возраст? Берегись, в церкви берегись, дома, где бы ты ни был, с семьей, с женой, берегись везде. Но нет этого. Живут с открытым ртом. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Какая цель стоит? А почему лже, значит, движимы какой-то иной силой? Ну и берем по житиям. Мария Египетская, 1 апреля, кавычки открыты. Страх и ужас объял Зосиму, когда он услышал свое имя. Она ему назвала имя. Иисус той, которая никогда его не видела и о нем ничего не слыхала. Он еще с цыганами не встречался, Зосима. Божий дар на тебе проявляется больше, чем на других. Ты никогда не видел, не видала меня, но называешь меня по имени и знаешь мой сан Иерея. «Посему лучше ты меня благослови ради Бога и преподай свою святую молитву». Ты все забыл. Забыл, что священник, забыл, что с дарами пришел. Все абсолютно потерял. Ну, какое же состояние? Его и обольщать не надо. Он уже обольщенный. Феодосий Великий, 11 января. Великий кавычка, это означает скопировано до одной буквы из жития святых Дмитрия Ростовского. 11 января. Он пошел к нему и, когда был близ толпа, то услышал голос преподобного. «Добрый пришел ты, человек Божий Феодосий!» Услышав, что его назвал по имени Тот, который никогда не видел его и не знал, Феодосий удивился и, упав на колено, поклонился прозорливому отцу. Святой Симеон, память которого празднуется 1 сентября, проводил отшелическую жизнь, исполненную поста и молитвы на особом столпе. Это был особенно трудный, высший вид христианского подвижничества, начало которому было положено святым Симеоном. Смотрите, вот слова, вот эта патетика. Ну я, все правильно, можно, все правильно. При одном условии, что Христос не приходил на землю и нет Евангелия. Высший вид христианского подвижничества. Да выше нет ничего, когда даже радость на небе об одном грешнике. Но на столпе кто? Теперь ему приписывают, люди приходили, как бы они ни приходили, ни от слова Божия рождались. А после выходили, брали за мещи, между собой воевали. Не знают ни биографии святых, ничего нет. Высший вид христианского подвижничества стоял на одном месте. Когда Писание говорит, прекрасные ноги благовестующих мир на горах Израилю. Где на горах? Куда он пошел? Идите по всему миру, идите, шагайте, идите. Нет, я буду стоять. Я ничего не хочу сказать, только какие слова-то выше слов Христовых ставить-то нами заповедано. Идите, и сидите, ну разница есть или нет. И притом идите не просто по саду, по двору прогуливайтесь, а идите по всему миру. И притом ты не пойдешь, если силы у тебя нету. А как, вот сидите. Господь сказал, сидите на 10 дней. А это разделили на 20 веков. Не расслышали, глухота объяла их. 10 дней, и что дальше, обречетесь силою. А здесь 20 веков и не могут обречься силою, так и сидят. И они пошли. Мы настрого запредили не ходить, не говорить. А кого больше слушается, Бога или человека? Человека слушается. Это новая религия изобретенная, сидеть на месте. Перворожденный сумрачный хаос. 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 Отсюда пасть оскалит страх стоземный. Как будто кто-то мстительный и гневный здесь проклял все и смерти в дар принес. Понимаете, какие слова грозные. Там, наверху горы сорокодневной, был искушаемым дьяволом Христос. И все, крест стада голодных коз и бедуин, все дышит былью древней. Над мертвым морем дикий серный прах. Ужасны горы павшие иудеи. Тропинки вьются в каменных горах. И кажется, что здесь они, как змеи, Повысосали кровь и сок земли. И сами сдохли в прахи и пыли. И пыли. И пыли. Федоров, пожалуйста. Это не Игнатий Лапкин. Вопрос. 2164. Восьмой том открытым оком. Открытым оком, но не открытым ртом. Дальше. Всегда ли тихо и кротко отвечали на допросах мучителям, схваченныеми христиане? Ответ. У вас совершенно неверное понятие о христианах, что они никогда и нигде грубого слова не скажут и никого не оскорбят. За себя да. Они тут готовы все перенести. А вот когда дело доходит до защиты веры, учения Христа, то они выступали с таким жаром и находили такой словарный запас, что тогдашним прокурорам приходилось только беззвучно ртом воздух хватать. О, какое определение. Если бы я учился в семинаре в Академии, я бы такое предложение не составил. А почему? Потому что мне приходится говорить. Лексикон менять. Апостол Павел сказал Волхву, Деяние 13.10. О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Ну вот, теперь, жития святых. Кодрат, 10 марта, кавычки открыты. По прошествии немногих дней я отойду к моему Богу. Ты же вечно будешь горько стонать, потому что не захотел познать Бога, даровавшего тебе настоящую жизнь. Сын сатаны, бра дьявола, сообщник бесов и нечестивых, превосходящий свиней своим бессловесием, бешеный пес, кровопийца, змей, алчный из зверей и пожирающий омерзительное мясо в капищах. Ну вот, представьте, теперь что сказали? Ой, он такой злоречивый, с ним не есть вместе. Ну, какие? Ну, давай по порядку представим. Сын сатаны. Второе. Про дьявола. Дальше. Сообщник бесов и нечестивых. Три. Превосходящий свиней своим бессловесием. Четыре. Бешеный пес. Пять. Кровопийца. Шесть. Змей. Семь. И алчные звери, пожирающие омерзительное мясо в капищах. Восемь. Восемь дал эпиграфов ему, я хотел сказать, кличек, названий, что соответствовало более, нежели, ну, настоящее его имя. А в один ситой назвал, так вот, больше, наверное, названий дал. Потом, я бы больше сказал тебе, ну, не знаю, еще сказать больше. Святые. И дальше. Критика, анализ и разбор. Лекарство от тщеславия ошибок. Кто не приемлет их, а на расправу скор, тот на болотной кочке. Явно на отшибе. Стороня. Критический разбор поступков и статей, что говорим, напишем и построим, поможет избежать прорваться из сетей, стать нефальшивым, истинным героем. Но эти замечания, поправки, действительно, единственны тогда, когда по Библии, не злобной удавкой, сам облечающий сознанием, не балда. Когда он может рассудить, увидеть, проверить по священному писанию, не оскорбить, унизить и обидеть, нотации с занудными часами, у обличающего мужество и такт, терпение, выдержка, владение языком. Пророк Нафан не замышлял теракт, к Давиду подбирался неползком. Кто согрешил открыто непокорством, тех лицемерие упреком призгвозди. Апостол Павел, может, мал был ростом, сто крат возвышеннее сонмище верзил. Да, нелегко нам критика сносить, терпеть его несносные укоры, без этих цензоров как будто легче жить, своим мирком келейно за забором. Но если обличающего глаза нет вовсе в староверческом болоте, за сотни лет ни звука, и ни разум, не виноваты ни душой, ни плотью, вот это, говорит, пророков нет. Дух Божий оскверненных не исправит, и Еремия не принес им свет, ни златоуста нет, ни книги правил. 4.08. Игнатий Лапкин. Вопрос 2165. Мы привыкли, что святые очень кроткие, и с ними так просто было жить. Так ли это? Ответ. Они были люди, и некоторые живыми сохранились, даже в монашестве и в святительстве. Встречаются такие биографии святых, с которыми жить было опасно, они сеяли вокруг себя смерть и наказание. Может быть, нам таких не хватает на этот бедлан патриархийный, чтобы он укоротил взорвавшихся. А то, говорит, нам уже такие гоголи, чтобы нас только не трогали. Деяние 5.9. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня. Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Все. Филиппийцам 2.12. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Иона, митрополит Московский, 31 марта. Кавычки открыты. Святой Иона сподобился получить от Бога дар чудотворения, исцелять недуги и предсказывать будущее. Так молитву своей он воздвиг от одра болезни дочь великого князя, бывшей при смерти. Видя это чудо, один неверный, по наущению дьявольскому, стал говорить святому, что великая княжна исцелилась от болезни не по его молитве, а что болезнь прошла сама по себе. Тогда блаженный Иона, призвав человека того, поучал его не хулить благодать святого духа, и говорил ему, «Сын мой, не сомневайся ни в чем, ибо, Лука 18.27, невозможный человеком, возможно Богу. Бог даровал жизнь от раковицы по вере, а главное, надежде ее державных родителей». Но тот не поверил святому и начал произносить еще более хульные слова. Тогда святой Иона сказал ему, «Пусть свяжется язык твой, пусть заградятся хульные уста твои, вместо той девицы, бывшей при смерти, умрешь ты!» Вот это слова! И тотчас богохульник упал на землю безгласным. Отнялся язык его, он только поводил глазами и через несколько времени испустил дух свой за то, что осмелился хулить дар святого духа, находящийся в том великом святителе. У святого митрополита был один инок по имени Пимен, заведовавший погребом, которому поручено было поить приходящих немощных нищих. Однажды пришла к нему убогая вдова и просила его дать ей немного меду вследствие ее болезни. Но инок тот со злобой сказал ей, «Уйди! Теперь еще не время давать пить!» Вдова ушла со скорбью. Узнав о том, святитель Божий призвал Пимена и сказал ему, «Брат, не знаешь, какую оскорбил ты вдову? Она угодница Божия! За это Бог наказывает тебя смертью! Пойди, покайся в грехах своих, так как настало время тебе умереть!» Вот я про Иону говорю, его как киллером считали духовным. И повелел святой Иону духовнику своему постришь Пимена в схему. И в самый день пострижения он скончался по слову святителя Божия. Второй уже с кем разговаривать? Долой! Говорится, с копылков. Сошел из дистанции. В другой раз святой дал одному из послушников своих много денег для раздачи бедным. Но тот часть денег раздал, а часть утаил себе. Случилось, что однажды пришла к святому бедная вдова с жалобой на послушника и говорила, «Святитель Божий, твой послушник ничего не дал мне из завещанных тобой и денег!» Святитель, призвав послушника, спросил его, «Зачем ты оскорбил эту вдову и не дал ей ничего?» Он отвечал, «Я дал ей много, но она бесстыдно просит большего». Вдова же отрицала, а то и настойчиво утверждала, что не получала от него ничего. Послушник воскликнул с гневом, «Уходи! Ты умрешь, потому что лжешь!» Тогда святой сказал ему, «Не будет так! Вдова это говорит правду! А ты крадешь и лжешь! Она будет жива! А ты умрешь!» Видишь, он ему прям стихотворной форме говорит. Сейчас же послушник заболел горячкою и умер. Третий ушел, и он, да! Церковный сторож соборной церкви по имени Максим, обходя в одну ночь по долгу службы своей вокруг церкви, нашел ее отпертой и увидал, что в ней горят свечи и поют священники. Он очень испугался и побежал сказать о том ключарю Иерею Иакову. Тот поспешно отправился, но нашел церковь запертую, как и была, но изнутри был виден свет. Он отпер двери, вошел в храм и не нашел там никого, но свечи горели. Он устрашился и услыхал голос из алтаря, говорящий, «Иаков, пойди, скажи рабу моему, митрополиту Ионе, что, так как он просит у меня ради своего душевного спасения болезни телесной, я услышал его просьбу, пошлю ему на ногу язву, от которой он умрет. Пусть, ввиду скорого представления, немедлит окончить дела, возлагаемые обязанностью архипасторя». Кавычки закрыты. Услышав тот голос, Иаков исполнился страха и ужаса, недоумевал и никому не рассказал своего видения, даже самому святителю Ионе. Утром, на рассвете дня, святой Иона, привязав к себе Иакова, спросил его, «Где ты был ночью, Иаков? Что ты видел и слышал? Почему ты не возвестил мне того, что было тебе открыто обо мне? Иаков устрашился, упал к ногам святителя и сказал, «Владыка, прости меня! Я не смел сказать тебе об этом, но я вижу, что тебе открыл об этом святой дух». Святитель сказал, «Бог да простит тебе, сын мой, но скажу тебе, что Бог отнимет у тебя супругу твою. Пойди же, позаботься поскорее от душе ее, чтобы скачаться ей в покаянии». Шестьмертый слушай, а с ним вообще все люди боялись. Одну смерть сеял вокруг. Лев Катанский, 20 февраля, кавычки открыты. Во дне его в Катане был некий волк по имени Илеодор. Он был сыном верующих во Христа и благочестивых родителей, и сам был просвещен святым крещением. Но потом тайно отвергся от Христа и стал служить бесам, научившись от одного иудеянина волхвованию. Таким образом, он считался христианином, но на самом же деле был язычником, служителем бесовским и великим волхвом, нисколько не лучше того древнего волхва Симона, которого своею молитвой предали смерти святые верховные апостолы Петр и Павел. Во всем был подобен ему и Илеодор. Совершая удивительные волшебные чудеса, он через свое внушение достигал того, что людям казалось будто по сухой земле на путях и стогнах текут реки, так что граждане обоего пола, обнажившись среди города, переходили, как им казалось, реку. Камни он обращал золото, но лично малое время. На торжищах волхвованиями своими он причинял купцам большие убытки. Благородных девиц, дочерей честных и сыновитых граждан он своим волшебством так возбуждал плотскому греху, что они, забыв стыд, оставляли свои кровы и родители и ради любодеяния бегали по различным местам. Когда же Егемон Луций сделал донесение о нем царям Льву и его сыну Константину Багряна Родному, то цари послали повеление взять его. Но Илеодор сам отдался в руки людей, искавших его. Он сел с ними на корабль в Катане и в тот же день пристал к Царьграду. Проплыв в один час такое расстояние, об котором имеют понятие только люди, приплывающие с запада от Сицилии на восток до Фракии. Явившись перед царями, он был осужден именно смерть, но Тача же на царских глазах стал невидим и опять появился в Катане. Будучи вторично призван в Сарьград и осужден на усечении мечом, Волхов снова стал невидим в то самое время, когда воин, подняв меч над его головою, сильно взмахнул им, так что меч ударил только по воздуху и опять этот Чарядей очутился в Катане. Часто убеждал его святитель Христов Лев отстать от таких злых дел и, раскаившись, обратиться к Богу. Но нельзя было уговорить Илеодора, как нельзя сделать белым Эфиопа и твердый камень обратить в мягкий воск. Нечестивец не только не исправился, но задумал и еще большее зло. Он простер свое волхвование на самого архиерея Божия желает своим волхвованием насмеяться над ним. Однажды в торжественный день одного праздника святитель в присутствии всего народа совершал со своим причетом в церкви божественную службу. В храм вошел и волх Илеодор. Как лицемерный христианин он начал тайно совершать свои волхвования. Через них он достиг того, что один из народа стали топотать в церкви словно лошади ногами и рычать подобно зверям. Другие стали неудержимо хохотать, а иные стали гневаться. Волх же хвалился, что сделать еще то, что и сам епископ со всеми своими пресвитерами и клириками, прекратив служение, будет тут же скакать и плясать, как будто под звуки музыки и органов. Святитель Божий, уразумев помышление Илеодора, преклонил колени Божием и усердно помолившись, встал, вышел из алтаря и, взяв своим амафором за шею волшебника, связал его и, выведя его затем из церкви на середину города, повелел народу, чтобы тотчас же принесли побольше дров и развели бы сильный огонь. Когда его приказание было исполнено, святой расспросил Илеодора о всех его волхвованиях и чародеяниях, а после того, держа его связанным своим амафором, вошел с ним в огонь и, находясь среди пламени, держал его и не покидал своего места до тех пор, пока нечестивый волх весь не сгорел. После этого архиерей Божий Лев, возвратившись в церковь, докончил божественную службу. Сколько же там у него пропуста было? Объявил, привел, исповедовал, разложил костер и в костре стоял, пока не сгорел. Но явно дело, что это не сейчас. Это преславное чудо всех привело в ужас, ибо, держа в пламени волхва, сам святитель не только не опалился в огне, но даже огонь не коснулся его святительских облачений. Роса Духа Святого окружила его в пламени и защищала от опаления. Слух об этом прошел по всем концам земли. Цари, узнав о таком чуде, призвали Святого с великой честью к себе в Царьград и припав к его честным ногам, умоляли его помолиться за них. Кавычки закрыты. Да. Вопрос 2166 Когда обнаружили в Красноярской тайге староверов Лыковых, то писали про них, что сын их Савин спал сидя и отвечал, что так угоднее Богу. Откуда это он взял? Ответ Это если в житиях, они могли взять это из прологов, на основе которых и жития составлены. Так понимали, что если что-то сверхнеобычное делать, утруждать и угнетать плоть, то Бог наградит чудотворением или даром исцеления. Исайя 58.3 Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Исайя 59.11 Все мы ревем как медведи и стонем как голуби, ожидаем суда и нет его. Спасение, но оно далеко от нас. Дальше. Агапит исповедник. 18 февраля. Кавычки открыты. Родители его были христианами. Еще в молодых годах он принял иночество и поступил в один из монастырей своей родины, где подвязалось более тысячи иноков. Научившись от них добрым иноческим навыкам, преподобный вскоре стал искусным исполнителем заповедей Господних. Он так ревностно подвязался в посте, бодрствовании и молитве, что у всех вызывал удивление и за свои строгие подвиги пользовался в обители всеобщей любовью. Он носил одежду из древесной коры, питался нередко в течение восьмидесяти дней с залой вместо хлеба. Отказывался от сна и почитая и называя всех иноков обители своими господами, старался быть полезным им разными монастырскими услугами. Кавычки закрыты. Только еще нащупывающий дорогу к Богу работник в лагере Стани Михаил Иванович Церт написал о своем видении мечты. Когда я прочитал его стихотворение, данное здесь через знак и курсивом, то напротив каждой его строчки написал христианское видение этого слова мечта. Михаил вначале расстроился, подивился, а потом, проверив все указанные места по Библии, согласился, что слово мечта не христианское, не созидательное. Есть у тебя столько лет уж мечта. Это он пишет, а дальше я буду говорить, дальше. Мечтательность разум и дух развращает. Еремея 14,14 Как бы гордым не стать. Это не, это второе, очеркивается. Это он говорит, а тут я сразу говорю. На бланке пустом кто поставит печать? Послушав мечтателей въедешь в очищание. Никто из святых ни о чем не мечтал, но плакал, молился, стремился. Потухшая вспыхнула снова свеча. Победам их мир удивился. Мечтатель кремлевский Ульянов пигмей картавил и бредил о счастье. Германский шпион голод вызвал к зиме и льстил, ощетинившись пастью. О счастье земном даровом коммунизме мечтали убийцы, сектоты, сексоты, бездарность. Крестьян раскулачили адской клизмой. Мы помним их важные страшные хари. Сумели мечтой бальстить до полмира. Богатство сулили свободу и братство и этих мечтателей в каждой квартире. Рабов, проповедников смерти и рабство. Пьяницы любят мечтать тунеядцы, лодыри разных мастей. На блюдце с каемочкой кто-то им счастье принес бы с подливом в мечте. Кто верит в Христа, тот не будет мечтать. Он трудится верно, плоды пожинает и рубит мечом супостата с плеча в доспехах бойца, не на кухне в пижаме. Для верных все-все достижимо реально. Он Духом Святым освящен и Вадим. Храмом становится площадь и спальня. Он с Богом всегда и везде не один. Зачем же мечтать как герой сказки? Нам Царство Христово обещано Богом. Мы дети Всевышнего, Он наша Пасха. Не выскажешь слух и возвышенным слогом добро, милосердие, помощь врагам. Для верных обыденно, а не мечта. Где только мечта, там базар, балаган. На проповедь грех запечатал уста. Вот теперь посмотрим, на какие слова это я бы написал. так. Как бы есть у меня мечта, как бы мне гордым не стать, не пройти как бы мимо, не подать, бедному не подать, как бы быть мне смиренным, как бы мне кротким стать, как бы не чистым словом заповеди не замарать. Есть у меня мечта зло научиться казнить, лютого врага искренне благословить, чтобы в греховном гневе мне сосчитать до ста, чтобы еще раз не распять Христа. Есть у меня мечта Духа Святого стяжать, чтобы мне с чистым сердцем славу ему воздать, чтобы не дай Бог ближнего мысли мне осудить, чтобы не дай Бог молитву мне скучно уговорить. Есть у меня мечта прикоснуться к стопам Христа. Первое, но девятое, церковь Михаил. Так-то хорошая только это. Ну, мечта, во-первых, ничего у него не было. Сильно рвался в город, папа приехал где-то, я отпустил, он снова напился, а зимой напился, рядом собака, никого не допускала, обморозил руки. Вот так. И надо курить, курить нельзя, так он по полям, там где пахали, ходил и искал где-то. Вот и мечта. Какая мечта? Я даже потерявку приехал, а баня была там, где вот у нас огород заворачивается, где мы деревья нынче пилили, и там яма банная, и в этой бане там спал один. Пришли, он там лежит. Вот это тебе мечта. И когда у меня суд был с беззаконниками, из газеты, там, это, Московская, и он пришел. Зачем? Я пришел должок Игнатию отдать, выступить против. Но его не вызвали нигде. Вот такое. Такие у меня были работники. И все судил. Заметишь, что это там с ребятишками не так. Я тогда отозвал и говорю, да скажи, ты у тебя какая должность? Работник. Зачем ты лезешь? Ты с детьми знаешь, как обращаться? Нет. Тебе доверили родители? Нет. Как ты можешь видеть? И теперь объясню я тебе один раз. Почему-то ну так надо бы сразу объяснять, кому тебе объяснять. Я и не призван объяснять. Я начальник, ты работник нанятый. Ты работник. Ты просился, я тебя принял. И ты влезешь, везде любит лезть. Ну ясно дело, такие люди, как правило, разведенные, там я уже знаю, с родителями неладно там у них, у них, они, ну такой характер. Немец. А что, как гестапо за мной смотрят? Гестапо. Ты был в гестапо, он немец, сэрт. Я говорю, по полям-то зачем рыскал? Знаете, искал курить у них, у нас здесь такое позорное деревья несешь, какие у нас жители. Ну и расстались, и больше не было. Вот так. Сколько? 32 минуты. 32 уже? Все тогда.